Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я расскажу вам, как правильно сквасить капусту. Квашеная капуста – это стародавний продукт питания славян. В квашеной капусте содержится множество различных витаминов. Издревле на Руси люди готовили квашеную капусту. И сегодня я поделюсь одним из рецептов. Для квашения подойдут среднеспелые, а лучше позднеспелые сорта капусты. Потребуется морковь, потребуется тмин, ягоды калины или клюквы и соль. Какие пропорции? Нам потребуется 5 кг капусты, 1 кг моркови, 100 г соли, 50 г тмина и калину по вкусу. Морковь нужно натереть на терке, на крупной, на свекольной. Капусту очистить от верхних листьев, вырезать кочерыжку и нашинковать. После этого все ингредиенты нужно смешать. Добавить немножко соли, моркови, ягод калины, перемешать и поместить в банку. И так слоями, пока банка не наполнится. Существует также еще один способ квашения капусты. Всегда мой дедушка таким образом квасил капусту. Это когда капусту заквашивают целыми кочанами, не разрезая. Заполняется бочка капустой. Обычно я использую бочку на 50 литров. Помещаю туда кочаны целые. Лучше использовать кочанчики небольшие, чтобы они быстрее просаливались. На 50 литров бочку потребуется примерно 2 ведра воды. На ведро воды полкилограмма соли разбавляется. Делается соляной раствор. Заливается этим раствором кочаны. И сверху прижимается гнетом. И таким образом идет процесс квашения. Такой процесс довольно длительный. Примерно занимает 3-4 месяца. К весне обычно капуста уже готова. Получаются такие кисло-соленые кочаны. Из которых можно делать салаты, винегреты. Можно делать голубцы. Можно просто есть с картофелем. Очень вкусно. И в отличие, например, от рубленой капусты, отрезанной квашеной капусты. От классического способа такие. Такая капуста никогда не перекисает. Никогда не становится мягкой. И такие кочаны могут храниться до нового урожая. И можно употреблять их в пищу даже еще следующим летом. Поэтому рекомендую также такой способ квашения капусты. Надеюсь, у каждого получится также приготовить квашеную капусту. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok